Это что-то такое промежуточное между скоростью и выносливостью. Ну, я бы тут слово «прелесть» бы не употреблял. А человеку быстро просто захочется больше. Была ли у тебя стена на полмарафан? Там кость широкая нужна в холодном поборе. Само собой, и жира больше. Да. Друзья, всем привет! Привет! Это Ранфак-подкаст, и мы начинаем. Напоминаю нас, что нас можно не только смотреть на Ютубе, но и слушать на всех стриминговых сервисах. И сегодня у нас просто суперкомбо. У нас в гостях Искандер Едгаров, победитель московского марафона 2019 года. И человек, который пробежал и победил просто на диком количестве полумарафонов. Вот, я даже затрудняюсь. Нет, не на диком. Все их перечислить. На самом деле, нет, иллюзия. Не так-то много у меня победных. Но хороших полумарафонов. Но хороших победных. Больше, чем марафонов. Да. И его тренер, тренер такого известного легкотлетического объединения, как «Беговой монастырь» Михаил Исаакович Монастырский. Здравствуйте, Михаил Исаакович. Наш выпуск выходит накануне московского полумарафона. И, собственно говоря, мы решили поговорить об этой дистанции. Вот, Искандер, вот ты уже начал говорить, что у тебя много хороших полумарафонов. И вообще складывается впечатление, что для тебя именно полумарафон является любимой дистанцией. Вот ты можешь сказать, почему? И правда ли это? Ну да, полумарафон, действительно. Если посмотреть на все дистанции, которые я бегал, я все охватил, получается. Моя любимая дистанция все-таки полумарафон. Не марафон, не десятка. Это что-то такое промежуточное между скоростью и выносливостью, мне кажется. Потому что на марафоне нужна такая выносливость, где уже должно уметь терпеть все тело. Ты выходишь на какой-то новый уровень этой терпешки. А десятка все-таки требует определенной скорости. И если у тебя с одной стороны не хватает скорости, с другой стороны не хватает выносливости, ты можешь как-то это реализовать в полумарафоне. И наоборот, если у тебя достаточно хорошей скорости, есть какой-то набор выносливости, это тоже можно реализовать в полумарафоне. То есть вот такая щадящая дистанция, что ли, не знаю. Это загадка, почему вот полумарафон так хорош. И обидно, что полумарафон не олимпийская дистанция. Михаил Исаакович, а вот вы, как тренер, как можете сформулировать прелесть полумарафона? Почему это хорошая, интересная и достойная дистанция? Ну, я бы тут слово прелесть не употреблял, но как бы полумарафон такая комфортная дистанция. Она как бы в себе включает, она не такая тяжелая, как марафон, гораздо легче. И в то же время требует проявления каких-то таких морально-волевых и физических, соответственно, качеств. То есть она длинная дистанция, но, скажем так, не сверхдлинная. Не прибегая к терминологии, классическая, она тоже 21 километра, тоже сверхдлинная дистанция. Но она гораздо легче, чем марафон. Поэтому, но в то же время она как бы и от тебя, от человека требует проявления всего, что ты способен, что ты натренировал. Вот поэтому, но можно полумарафон гораздо чаще бегать и без какого-либо ущерба подготовки. Ну, мне кажется, полумарафон просто от скорости бежится. Этим он и хорош. Что там можно не так упорно готовиться, как марафон. Ну, это как бы раздел моего ответа тоже. Да, конечно, больше от скорости. Не нужно готовиться так же, как к марафону. То есть к полумарафону фактически можно готовиться совместно с десяткой. А к марафону уже требуется что-то другое. Но вот вы сказали, что полумарафоны можно бегать чаще. То есть, насколько я понимаю, то есть, если вот классическое количество марафонов, это где-то примерно два марафона в год для любительского уровня, то полумарафоны можно бегать гораздо чаще. Да, и для профессионального тоже, я бы сказал. Ну, два марафона. Ну, если не брать исключения, то да, полумарафоны спокойно можно бегать каждый месяц. Ну, или полтора-два. Ну, то есть, пять-шесть полумарафонов в год совершенно спокойно. Они не дают такого стресса, как марафон, такое утомление не вызывают, как целый марафон. Можно ли вообще назвать полумарафон более доступной дистанцией для любителей? Конечно, безусловно, безусловно. Для кого угодно. Ну, опять же, по той же причине, что любители неспособные не всегда могут выдерживать тех объемов, которые требуются для марафона. Все-таки марафон очень требователен в своей подготовке. А полумарафон в этом плане более щадящей дистанции. И учитывая, что любитель не может так усиленно готовиться по временным ресурсам, то здесь полумарафон ему лучше подойдет. А если брать более короткую дистанцию, опять же, то любителю гораздо сложнее уже скоростные качества поддерживать необходимые. И вот здесь полумарафон... Ну, это мы говорим о результате. А я говорю... А бегать-то можно, не особо готовясь, можно бегать десятку в удовольствие и заменять стартом тренировки. А результат коррелирует с удовольствием? Если мы не ставим задачи пробежать из 30 минут, допустим, или из 28, скажем, по 40 минут, по 50, то можно бегать... А человеку быстро просто захочется больше. Ну, захочется, да. Вот чем ближе он к элите, тем, конечно, там уже тонкости становятся больше. Если мы говорим про количество забегов в году, то, естественно, возникает такой вопрос. Насколько сроки подготовки отличаются? И вот если человек не бегал никогда в своей жизни марафон, за сколько он к нему подготовится? И за сколько он подготовится к полумарафону? Ну, я могу ответить. Конечно, марафон принципиально другая дистанция, требует принципиально больше подготовки. То есть, 21 километр пробежать можно не очень долго готовить, если мы говорим, что с нуля. Ну, полгода. Ну, полгода вполне хватит. А марафон, конечно, требует... Ну, тоже можно за полгода как-то подготовиться. Можно и короче подготовиться, смотря на какой исходный человек. Надо смотреть, что на человека. Большую роль играет в штуру бегов. Если у него нет лишнего веса, да, если он там занимается какой-то физической активностью, он даже, может быть, на велосипеде катается, ему так гораздо легче. Большой ли он у человека на 10-километровой дистанции? Ну, вообще, какая у него подготовленность исходная какая? Я вспоминаю историю, как я готовился к первому марафону своему. Я достаточно много полумарафонов пробежал, десяток. У меня с этим вообще проблем не было. И я захотел пробежать московский марафон тогда без особой подготовки. Ну, там уже оставалось несколько недель. Три-четыре недели. Я тренер говорю, а давайте попробуем, может, без подготовки просто, что получится. Тренер говорит, ну, давай попробуем. Но давай перед этим пробеги 35 километров тренировку просто. Мы тогда наметили тренировку отдельную, 35-километровую. Нужно было просто в нужном темпе держать, бежать там по 3.30-3.40 примерно. Первые 25 километров вообще отлично для меня прошли. Следующие 5 километров тяжелее. Последние 5 я уже догребал, несмотря на то, что я там и гелями закидывался, и всем. И вот там я понял, что такое марафон. Что марафоны, полумарафоны совершенно разные дистанции. После этой тренировки я отложил свой дебютный марафон. Мне даже тренеру объяснять не пришлось. Я все сам понял. Ну, все правильно. Так что марафон действительно очень сильно отличается от полумарафона. Даже с такой базой я не смог 35 пробежать. Даже 35 с большим запасом. На марафоне есть такое расхожее понятие, как марафонская стена. Вот могут ли такие истории случаться на полумарафоне? Или все-таки за счет того, что это более короткая дистанция? Таких историй не случается. В принципе, если грамотно выбрать темп. Была ли у тебя стена на полумарафоне? Нет, честно говоря. На марафоне несколько раз была. Знаешь, что такое стена на марафоне, я скажу, не, на полумарафоне нет. Все-таки стена на марафоне... Даже если быстро бежать. А вот марафон, если там чуть быстрее, чем нужно бежишь, там однозначно возникнет. Мне кажется, даже марафон прощает быстрое начало. Опять же, обращаясь к моему опыту. Полумарафон. Когда я в хороших кондициях начал тогда тысячу за 2.46, и все равно я добежал более-менее ровно. У меня получился сплит не сильно положительный. Там первая десятка 30-15, вторая 30-30 примерно. Несмотря на очень быстрое начало. То есть полумарафон, он как-то все прощает. Марафон нет. Ну, не все, конечно, прощает, но... Ну, почему? Гораздо больше, чем марафон. Гораздо больше, конечно, да. Михаил Исаакович, а вот в вашей богатой тренерской практике случались ли... Видели ли вы случай вот стены на полумарафоне? Ну, стеной... Ну, если мы говорим о, скажем, профессиональном уровне, то, скорее всего, нет. Там бывают разные случаи, скажем, там вот этот синдром, когда бок заболел. Бок, бок. На полумарафоне он чаще всего случается. Это немножко другое. Стена, это когда, обычно, когда такое углеводное начинается голодание. Как правило, связано с этим. Потому что вот марафон как раз с этим больше связан, чем половинка. На половинке все-таки... Ну, конечно, надо очень сильно постараться, чтобы там... Ну, то есть неправильно позавтракать, скажем, если утренний старт. Или попасть сильно в жару. И неправильно, опять же, начать и не соблюдать, там, не пить ничего. Тут, конечно, может быть. Но так в среднем, в нормальных условиях, при нормальном режиме, даже, как Искандер сказал, даже с быстрым началом, скорее всего, ну, просто западет скорость под конец. Но такого, чтобы встать и совсем уже ничего не смочь. Попасть в эту гипогликемию, как бывает на марафоне. Такой углеводный вообще голод, который даже гель иногда не спасает. У тебя же было тогда, помнишь, когда я в 2.26 там добегал? Быстро все бежал в середине. Ну, это я уже заголодал. Заголодал. И гели, ну, видимо, еще гели были такие слабенькие. Ну, на полумарафоне я не питаюсь. На полумарафоне, да. Да, хватает, чтобы час небольшим, полтора часа бежать, как бы хватает. Тут важно, кстати, наверное, учитывать, какой уровень у человека. Ведь кто-то полумарафон по времени бежит, как мой марафон. Ну, безусловно. А нужно ли им тогда питаться? Нужно питаться. И они, наверное, могут с той же стеной столкнуться. Обязательно, кто больше полутора часов бежит, там нужно питаться обязательно. А если человек бежит полумарафон, скажем, за 2.30, вот он же наверняка столкнется с марафонской стеной. Еще больше, значит, надо питание, да. А он способен со стеной этой столкнуться марафонской? Наверное, способен. Если он темп выберет правильный, то вряд ли. Если будет по ходу пить и есть, восполнять все свои дефициты, то ничего не будет. Кстати, про питание вопрос. Многие, тем более, что сейчас, когда на рынке такое огромное предложение спортпита, естественно, что все начинают думать, что им не обойтись без гелий, без изотоников. Как вы считаете, Искандарт начал говорить, что ты практически не питаешь на полумарафоне? А вот вы, Михаил Исаакович, как порекомендуете питаться? Во-первых, очень важно правильно позавтракать. Если речь идет об утреннем, как правило, утренние все старты. С вечера нормально всю эту диету произвести правильно. То есть закинуться, как говорится, углеводами заранее. Утром тоже правильно что-нибудь поесть. Такого не слишком много, не слишком мало. Тогда минимально можно обойтись на полумарафоне. Ну, попить, если тепло. Но чувствуешь уже, как бы, да, надо попить, значит, попей. Тут не надо. Тут трудно очень рассчитать. Каждый старт по-разному. И даже у одного и того же человека. Я просто знаю, что многие тренеры, и вы, Михаил Исаакович, не исключение, готовят своим подопечным питание. С чем это вообще связано? Потому что, ну, казалось бы, сейчас широкое предложение на рынке. Есть и такая марка, и такая марка, и жидкие гели, и чуть более густые. Вот. Почему все-таки, как бы, вот такой вот подход существует? И что же там за состав? Ну, состав, рецепт – это тайна, наверное. Но, в общем, почему таким образом делается? Нужно ли вообще любителям об этом думать? Ну, думать нужно, конечно. Если ты встаешь на марафон, даже на полумарафон, больше двух часов, если ты бежишь, даже больше полутора, то, конечно, надо думать, чем тебе надо там подпитаться по ходу. Вот. Поэтому, ну, я... Мой совет – это на тренировках просто пробовать. То есть, не просто на легких тренировках, а вот такую, как бы, делать какую-то там, такую тяжелую тренировку, надо взять гель и попробовать. На Дейхар. Работает она или нет? Ну, в том числе, конечно, почему нет? Очень даже то место, где можно. Ну, да, работает или нет. Взял сегодня один гель, да, завтра другой попробовал там, какой пойдет, какой нет. То это еще не гарантия, что тебе в соревнованиях, где еще больше усилий надо. Или там вот, как мы попали, в холодную погоду, там жидкие гели мало действуют. Там надо что-то густое такое, желеобразное. Ну, там кость широкая нужна в холодной погоде. Само собой, и жира больше. Да. Там уже беде не помогут. Тут надо все, конечно, все это, ну, вопрос опыта и практики. Надо пробовать все. Надо взять, купить разные гели и просто их пробовать. Про вопрос, почему тренер готовит. Почему, да, все-таки. Ну, не знаю, нам нравится. Почему готовит? Прикольно. Ну, мне кажется, что я готовлю там... Тренер вкладывает частичку себя на результат. Ну, может быть, и это, а может быть, там, то, что я готовлю, там все-таки больше углеводов, чем в гелях. То есть, я там делаю такое на основе... Ну, и не только я, многие, особенно советские, там, школа тренера делают там на основе даже там овсянки, там, не знаю, жидкой. То есть, большое количество углеводов, которые реально работают. Вот. Мы скоро выпустим свою марку, запатентуем этот состав и начнем продавать, конкурировать с брендами питательными. Да, мы бы свои гели делали. А там ты берешь такой во время пробежки тренерский напиток, пьешь, и у тебя сразу в памяти там все эти вкусы, компот, все вот это что-то в детстве, и это сразу так... И тренерские установки сразу. Да, там уже вложены. Да, но есть, как упомянули, самая распространенная проблема на полумарафоне – это бок. Почти все. Практически все с этим сталкивались. В сферу медицины сейчас пойдем. Ну, и это именно почему-то на полумарафоне всплывает чаще всего. Не на марафоне. Потому что скорости на десятке, на пятерке бывает. Но чаще на полумарафоне. На марафоне чуть ли не все. Ниже скорость, это, видимо, связано с процессами какой-то интенсификации гормональной, что ли, более интенсивные процессы. Возможно. Но я замечал, я это не до конца еще исследовал, проблему я только начал замечать, что... Это вообще не исследована проблема до конца. Так надо для себя найти решение, что делать, чтобы этот бок не колол. Он чуть ли не на каждом старте горит. Надо адаптироваться, надо тренироваться. И тренироваться. Обязательно надо. А еще мое наблюдение, что, возможно, вода помогает, если пить. Не думаю. Разжижает немного там все. Не думаю. Это часто бывает даже на дистанциях, короче, пятерки. Если ты не очень хорошо, но недостаточно тренирован и выбираешь слишком высокий для... Ну, то есть, тебе кажется, вначале, что это невысокий темп. Нет, нет. Да, да. В кроссах, пожалуйста, на шестерках, на всяких, восьмерках. Сколько угодно. Там скорее из-за того, что отбивают себе все. Нет, нет. Это именно то же самое. Это тоже бок вставляет, этот вот печеночный болевой, этот синдром. Там же разные... Кажется, что печень. Полумарафон же на панно бегут примерно. Ну, ближе к панно, чем марафон. Вот, может, с этим и связано все это. Ну, понятно, что молочки больше, да. Там какие-то гормональные такие тонкие процессы. Долго в течение на уровне панно находится человек? Не в этом дело. Дело в том, что когда человек хорошо готов, хорошо тренирован, правильно подвелся к этому всему, то есть не просто встал и побежал, кажется, как вот Искандер любит там на Изи, там без очень хорошей подготовки надо встать. Я так не люблю. Ну, бывает. Иногда это дает как раз по вот этому синдрому возникает. Но это не стена. Стена немножко другая стена. Понятно. Это бок у тебя не болит, а тебе кажется, что у тебя уже нет сил, вот все кончилось, там, ну, вот хочется сойти и все, бросить все, окунуться куда-нибудь в речку и вообще все это забыть. Ну, нет, такого не бывает. Не, ну как? Ну, это мы же говорим не только про профи, мы же говорим больше о таких, ну, как бы, минимусах. Тут, конечно, интересно, да, у любителей, как, видишь, тут мы не бывали... Профики, конечно, это реже бывает. Профики просто снижают темп, как правило, добегаясь, ну, тише, то есть проигрывают, но как бы добегают. А вот неподготовленный человек может просто, если в этот момент ему становится плохо, там, ну, конечно, там, ну, и пешком пойдет, ну, до пункта питания, там, потом поест и, может быть, дальше побежит. Так что имейте в виду, все зависит еще от того, насколько быстро вы бежите. Насколько человек готов на тот... А вот как с этим бороться? Я знаю, что рекомендуют зажать пальцами. А, ну, это да, есть... Такие экстремальные... У Паши Адышкина есть какой-то способ. У меня тоже есть, я тоже прокачался. Я после самого неудачного старта, когда у меня заколол так, что я уже не мог бежать, я шел пешком, пока не отпустило. После этого я начал думать, что надо делать, как-то надо справляться. Ты бежишь и знаешь, что рано или поздно тебя сейчас бок прихватит. И это начинает плавно подкатывать. В этот случай обязательно нужно сбавить темп. Ну, нужно пожертвовать темпом, чуть-чуть сбавить на какое-то время. Ну, либо остановиться, мне кажется. Ну, остановиться, это уже критично. Ну, это не хочется, но бывает, что... Бывает, что да, лучше, конечно, остановиться. Ну, если прочувствовать это сразу, что он же издалека начинает, он же не сразу раз и заколол. Бывает, что и быстро. Ну, конечно, ни одного момента. Я свой опыт рассказываю, и по моему опыту это плавно наступает. И если в этот момент сбавить темп вовремя, может отпустить. И более того, я не знаю, как это работает, но это и в интернете пишут. Надо наладить ритмичное дыхание. Например, на каждый второй левый шаг ноги. И выдох больше увеличить. Да, выдох на каждый второй левый шаг. Форсировать выдох. На каждый левый шаг, на каждый четвертый левый шаг. Неважно, зависит от темпа. Но наладить вот это ритмичное дыхание, или каким-то образом вот это дыхание, все, вот этот низкий темп, это все выравнивает и хоп, отпускает. А если вы заметили, что ваш соперник вдруг начал держаться за бок, это идеальное время, чтобы прибавлять. Если он побежит за вами, его это убьет окончательно. Это хорошая тактическая хитрость, нужно иметь в виду всегда. Там, видимо, застой крови где-то и начинает давить на какие-то нервные центры. Ну, одна из теорий, которые я читал, что там накапливается слишком много крови, она не успевает высасываться из печени. Да, и там на диафрагму начинает давить, и как бы возникают такие болевые. И когда ты сильно выдыхаешь, сбавляешься само собой, или останавливаешься, и вот такое массажное движение делаешь, как правило, это проходит. Но, конечно, с ценой потери времени. Многие еще замечали наверняка, что это случается, когда вы сразу выходите на кросс и сразу быстро начинаете бежать. Да, вот именно когда быстро, да. Разминка, большую роль играет хорошая разминка, и подготовка разогреть организм и эту часть к этому темпу нужна. Разминка тоже, но в меньшей степени. В большей степени надо хорошо потренироваться, чтобы вы будете на старт, и главное не превысить темп, который вот... Обязательно. Да. Вот если мы говорим о подготовке к старту, то многие любители начинают, условно говоря, ориентироваться на объемы. Вот насколько различаются объемы, беговые объемы для подготовки к полумарафону и марафону? И почему? Я могу ответить, что отличается, но не сильно. Можно с одним и тем же объемом, в принципе. Там отличается структура, должна отличаться. Общий объем может быть один и тот же. Условно, 100 километров для любителя вполне хватит и для того, для другого. 100 километров в неделю. Ну, как бы, ну, конечно, для... А почему мне не хватает? Ну, я еще раз говорю, для любителя, который любитель. А для любителя, который не совсем любитель. Ну, то есть, любитель там по... Юридически, скажем, а фактически... Ладно, ладно, не будем развивать эту тему. Давайте. Да, давайте. Да. Там, конечно, там больше объем. Но, в принципе, ну, скажем, со 180, со 160 для человека уже, который готовится. То есть, можно и то, и другое пробежать. Но теоретически, конечно, к марафону не надо чуть больше. Общий объем. Но это не решающее обстоятельство. К марафону там немножко другая структура. Там надо больше темповых, длинных, таких специфических работ делаться. Отдельная тренировка должна быть объемной. Да, другая немножко работа, да. А объем, ну, как бы он не решает. Вот про интенсивные тренировки у меня тоже был вопрос. То есть, скорее про структуру именно. Что обычная история, это где-то там три кросса, ну, там, у любителя, вот у меня в данном случае, да, там, три кроссовые тренировки и две интенсивные. Когда я бегаю отрезки, готовясь там к полумарафону. Вот в вашем случае это как? То есть, тебе тоже примерно такая же? Да, я думаю, да. Ну, мне кажется, для марафона важно еще бегать ежедневно. Все-таки организм должен быть. Один день отдыха вполне может быть. Может быть, наверное, да. И два дня могут быть, если ты там компенсируешь. То есть, тихий бег такой в первой зоне, да, там, на низком совсем пульсе, он же больше восстановительный. Да, ну да, конечно. И можно восстановительный бег заменить, не знаю, даже прогулка, там, не обязательно трусить там на пульсе 120 или еще меньше. Можно гулять, можно на велосипеде покататься, можно поплавать и то же самое. Хуже не будет. Поэтому здесь больше решает качество работы, а не количество. Ну, у меня много теорий, которые ничем не подтверждены в моем опыте. Я могу лишь тут предполагать, что это так. Мы часто поэтому с тренером и спорим. Но мне кажется, что марафонская подготовка, она еще хитра тем, что нужно все время держать свой организм в небольшом загрузе. Все тренировки должны накладываться на какое-то общее утомление. Общее утомление. Чем выше уровень спортсмена, тем, конечно, все эти нюансы приобретают все большее значение. И особенность марафонца в том, что у него сильно западает в итоге скорость чистая. Большинство марафонцев на хорошем уровне уже, когда выходят на хороший уровень, они не способны свои предыдущие скоростные качества показывать. Это тоже, наверное, не обязательно. Да, это не обязательно. Но, как правило, это бывает так. Наверное, из-за того, что они все время придавлены объемом и нагрузкой. А в полумарафоне, когда ты готовишься к полумарафону, это немножко легче. Ну, полумарафон между как раз, он промежуточный, между пятеркой-десяткой и марафоном. То есть тут можно сочетать и то, и другое. Ну, я вспоминаю, я всегда... Это, кстати, первый вопрос ваш был, в чем прелесть. Потому что как раз он такой сочетает это все. Для меня, когда я готовлюсь к полумарафону, в этот период вообще весь мир яркий, цветной, весь в красках. Марафонская подготовка, ты все время пришибленный какой-то. Тем он и подталкивает, конечно, марафон. Тем и тяжел, да. Ну, я еще, не знаю, ты сказал про интенсивные кроссовые. Я бы сюда длительный добавил. Мне кажется, для марафона длительный кросс важен. Для полумарафона, наверное, не очень сильно. Но тут это, опять же, мое предположение. Нет, конечно, чем длиннее дистанция, тем, конечно, все это важнее. Я по этому искому про структуру и сказал, что в структуре тех же там условных 150 километров в неделю важны. То есть, для полумарафона достаточно там более низкоинтенсивные кроссы бегать. А для марафона, да, нужно больше дымповых таких. То есть, на большем, более таком интенсивном режиме бегать именно длинные кроссы, а не просто там трусить. Ну, мне кажется, сейчас тенденция мировая может быть чуть сходить к тому, что даже к марафонам начнут готовиться больше от скорости, чем от большой вносливости, как раньше. Ну, я думаю, что все, кто быстро бежит в марафон, все равно в целом такое сохраняется все-таки, что нужно много бегать. Ну, они сейчас тенденция идет к тому, что те, кто быстро бегут в марафон, они быстро и полумарафон бегут. А раньше это необязательное требование было. Ну, как бы здесь связаны результаты, в общем-то. Вот, кстати, один из вопросов, да, был у меня как раз. Кому проще стать хорошему марафонцу-полумарафонцем или полумарафонцу-марафонцем? Ну, ответ он однозначен, конечно, только марафонцу. Человек, который бегает только полумарафон, кстати, пробежать быстро марафон крайне тяжело. А марафонец, который уже на высоком уровне бежит, ну, на любом уровне даже, который уже почувствовал марафон, ему в любом случае более короткая дистанция дается. Но при этом успешней, мне кажется, может стать тот, кто от полумарафона пришел. Ну, это мы уже про результаты говорим. Да. Откуда пришел, конечно, идут в основном от более короткой на более длинной. Как правило, начинают там со старской дистанции, кто-то даже со средних. Вот. Очень трудно прийти сразу в марафон стать, и там без хорошей десятки, половинки сразу пробежать, быстро марафон. Ну, так что даже любителям, если они хотят иметь хороший марафон, им лучше укрепиться на десятки, половинки. Я бы вообще не советовал сейчас такая, да, вот все как бы хотят, вот айронмены, да, вот эти марафоны, начинают с них фактически. Ультра потом, эльтон, ультра, трейл. Да, ультра, все мало и мало, надо вот испытать себя. Ну, это, конечно, прикольно, все хорошо, но с точки зрения правильности методически это неправильно. Нужно начинать, конечно, даже чистым любителем, вот с нуля надо начинать с коротких, пробежать, десяточку попробовать там наметить. Если там через год я бегу марафон, хорошо, через год, но не сейчас, не через месяц. А встают и бегут, ну, там, за пять часов, за шесть часов, ну, и что? Но я понимаю просто их мотивацию. Можно пешком пройти. Марафон, история про преодоление. А все остальные дистанции, они не... Поэтому и хотят в ультра там или какие-нибудь там... Ну, где важнее просто преодолеть. Это действительно сложно преодолеть. Но ведь и на коротких можно поставить тяжелую цель. Это результат. У каждого своя эта планка будет, но, поверьте, гораздо сложнее добраться до какого-то ощутимого даже результата на десятке, скажем, или на половинке. Тоже интересно, кстати. Чем просто финишировать марафон. То есть бороться со временем сложнее, чем с дистанцией. Конечно, однозначно. Достаточно посмотреть, сколько человек финишировал, и сколько человек за такое-то время пробежал. Конечно, конечно. А вот, кстати, вопрос выбора тактики. Да, вот многие там спортсмены и спортсмены-любители в том числе обсуждают прелесть отрицательного сплита так называемого, когда первая половина дистанции служит такой разгоняющей, ну, не разминочной, но разгоняющей. Да, и вторая как бы бежится гораздо быстрее. Вот если в случае с марафоном это, ну, более понятная и объяснимая история, как быть с полумарафоном? Вот раз мы говорим о том, что это такая промежуточная дистанция, сочетающая скорость, но еще не требующая такой выносливости. То есть вот что лучше на полумарафоне? Стартовать быстро или стартовать вот так же, как на марафоне, медленно начиная разгоняться? У меня интересное наблюдение. Мой самый быстрый полумарафон, когда я пробежал за час 3.20, был пройден в таком состоянии, что я с самого старта лупил и бежал на пределе. С первых же метров до самого финиша я бежал на грани предела. То есть я не экономил силой. Во-первых, я был в тех кондициях, когда мне идеально бежалось, и они мне позволили вот бежать на том уровне, что я все время поддавливал. У меня не было, наверное, ни единого момента, когда я просто катил. А поддавливал, но не передавливал. Не передавливал. Вот это очень важно. Но такое состояние, что я и передавить как будто уже не мог. Ну, я не мог и не хотел, ты уже понимал. Когда в хорошей форме, в хорошей состоянии ты себя чувствуешь. Наверное. А любитель не всегда это чувствует. Может быть, может быть. Но это часто замечают, что полумарафонская дистанция такая история, когда ты... Опять же, я говорю с точки зрения профессионального бегуна здесь, который бежит быстро. Для любителей это совсем иначе. Для них эта дистанция более тяжелая, чем для нас. Но, по моим ощущениям, полумарафон тем интересен еще, что ты там можешь не бояться... Ну, в стену попасть. Попасть в стену. И можно с самого начала бежать на грани. И вот лучший полумарафон, он случился так, что у меня все было ровно. Мы практически все километры по три минуты просто закрыли. Там не было... Когда хорошо готов, ты можешь и марафон также пробежать. Может быть, может быть. А чуть-чуть какие-то изъяны в подготовке. Не рассчитал, что там какие-то свои еще состояния там разные бывают психологические. Или там в жаркую погоду, или как-то попадал на московском марафоне вот этот холод, ветер, и бежал все равно на этот результат. И поэтому, конечно, вторая половина получалась... Я ведь никогда не знал, как я готов. Почти все полумарафоны... Когда дует ветер, который сдувает щиты, и еще со снежком... Но мы не берем такие разобеги. Ну, как не берем? Надо все учитывать. Мы не берем, конечно, но учитывать-то надо. Поэтому... Даже последний полумарафон, когда особой подготовки не было, мне казалось, я не в тех кондициях. Но все равно я там с самого начала просто терпел на пределе. И позволил добежать все равно. Ну, полумарафон, конечно, больше прощает, чем марафон. В общем, я для себя решил, что на полумарафоне терпеть с самого начала не страшно. Вот на марафоне страшно, да. Но для любителей полумарафон тоже не нужно. Для любителей, наверное, не стоит. Тем более, любитель не всегда ощущает. Ему легко первые полтора-три километра, не знаю, пять. Он может бежать, не соображая, чем это дальше ему чревато. Даже если тренер или кто-то ему сказал, что надо бежать так. Он бежит так. Может быть, надо бежать чуть потише. По-любому, вторая половина, конечно, для любителя было бы хорошо, если бы была. То есть, это отрицательный сплит. Но не всегда человек может себя вот так вот в рамках держать. Но это с опытом, наверное, приходит. Ну, и нужно как бы в голове все время держать. Вот у тебя есть часы, там, вот ты в таком темпе. Даже если очень хорошо бежится, ты не должен быстрее бежать. Вторую половину, пожалуйста. Когда уже ты пробежал какую-то точку, половину не меньше, скажем, да, я лучше еще чуть побольше. Тогда ты уже знаешь, что до финиша доберешься, и можешь уже скорость увеличить, если хорошо бежится. Пожалуйста. Ну, мне кажется, требуется пробежать где-то, скажем, пять полумарафонов примерно. Даже два, мне кажется, хватит. Ну, два хватит для понимания, пять для того, чтобы следующие все легче шли. И дальше полумарафоны, они намного легче даются, и уже проще себя чувствовать. То есть, это придет с опытом даже, тут бояться не нужно. Ну, да, опыт безусловно нужен. Нужно, да, пройти, вот как мы тут рассуждаем, нужно самому пощупать, как в фильме говорили, понюхать, пощупать, потрогать. Тогда ты уже поймешь. А не когда вот тебе там говорят, откуда-то все равно. Вот когда ты уже понял, сам понял на своем, на свои грабли наступил, то, конечно, легче. Но то, что мы говорим, я думаю, тоже пригодится. Как быть с витаминизацией? Допустим, перед марафоном, когда возрастают физические нагрузки, когда возрастают объемы, когда вот это вот, как Искандер сказал, такое немножко ощущение такой пришибленности и постоянного стресса, да. Естественно, что многие там начинают пить курс витаминов, да. Многие тренеры это советуют. Вот как быть перед полумарафоном? Нужно ли это? Или, ну, по большому счету нет? У нас Искандер большой специалист по витаминам. Я как раз-таки вообще ничего не пью. Наконец-то вы меня подловили, да. Да, я здесь вообще не показатель. Я ничего не пью никогда. Так что тут я вам здесь не советую. Я согласен, что надо в первую очередь нормализовать режим. То есть важно очень восстановление. Ну, и вообще жизненный режим. Ну, и, конечно, в первую очередь режим питания. Если ты хорошо, ну, как бы правильно питаешься, да, без всяких там излишеств, и, наоборот, с недостатком, без недостатка того, чего нужно, то есть нормально, ешь фрукты, овощи, там все грамотно, то, в принципе, витамины-то особо не нужны, если всего хватает. Если хватает солнышка. Вот зимой, да, зимой немножко не хватает солнца. Надо, может быть, пить с целью даже не пробежать лучше, а просто для здоровья. Ведь очень важно, главное, важно это здоровье само. Общее. Вот думаю, что там выпил что-то, пошел в магазин «Спортпит», там накупил на 10 тысяч и пробежишь. Ничего подобного, ничего ты не пробежишь. Вот тут важно все эти витамины пить не для результата, а для здоровья, потому что оно определяет результат, в конце концов. Малейшее отклонение от здоровья, и все, у тебя уже... И чем выше уровень, тем как бы хуже это все. То есть, ты там не прочистил, у тебя там печень в плохом состоянии, там тоже плохо очень, не пробежишь, там что-то там поддерживаю, все для сердца нужно, может быть, да, нужно. Но это все есть в питании, в принципе. Ну, в продуктах там почитайте, вот в интернете, или там в книжках, что полезно, допустим, для сердца. Или там для того, чтобы чистить печень, там ее облегчать работу. Вот, и все. Итак, что значит делать? Пройти диспансеризацию, найти слабые места и заниматься ими, а не пить общие витамины, которые... Нет, витамины, химические витамины, я, например, противник. Ну, немножко, если ты чувствуешь дефицит чего-то там, ну, да, надо задуматься. А так, если все хорошо, то и не нужно. Не ходите, как бы, не хочу делать антирекламу кому-то, но фастфуд, фастфуд ни к чему. Да ладно, не, нормально. Ну, нормально, если ты дополняешь это нормальным питанием. Если ты пошел, купил хороших фруктов, овощей, там, мяса хорошего, и все. Странно пить витамины, да, когда спишь по пять часов. Да, безусловно. Или кушаешь раз в день. Вот здесь очень странно. Вот это, я говорю, про это общее здоровье. Такое человеческое здоровье. То есть, читайте журнал «Здоровье». У вас был советский журнал, очень хороший. Если кто-то найдет подписки старые, эти, подшивки, советы. Очень совет. Да там будет про всякие эти... Ну, про всякие эти... Подорожники, лопухи, сварите лопухи. Да, ты думаешь, что лопуха плохо? Лопуха от всего хорош. Вот травму какую-нибудь получишь, вот лопух приложишь, там, коленки там или к ахиллу. Очень... Или там ушиб, тем более, какой-нибудь. Очень хорошо. Не надо к врачам бежать даже. Читайте вот эти все. Зожи, это, между прочим, он смеется. А я, между прочим, очень советую. И, кстати, профессионалам тоже. Ну, вот на меня последнее впечатление произвела книжка Мэтта Фитт-Жеральда. Диета чемпионов, где он, в общем, говорит фактически о довольно обычных продуктах. Да, безусловно. Я тоже сам абсолютно об этом же и говорю. Да, посмотреть на кенийцев. У них там вообще даже... У них нет даже денег. Под нужным кормом там питаться. Ну, а у них есть все, что необходимо. Постоянное солнышко. Да, да. Молоко есть, хлеб есть. Мясо там они как-то, наверное, заменяют как-то. Ну, нет, почему? Едят мясо. Ну, едят мясо. У них еще много бобовых. Да, да, да. Белки тоже присутствуют. Кажется, как будто все в норме там. Все базово. И этого хватает. Мы же говорим даже сейчас о любителях, не о профи. Может быть, профи-то и не хватит даже. Может быть, этого будет недостаточно. Ну, профи уже какие-то детали должны. Там где-то что-то... А любителям-то уже... Пошел, сдал анализ, чего-то не хватает. Раз там что-то действительно... Вот в случае дефицита чего-то, да, надо думать что-то такое. А так вот в обычной жизни обычному любителю совершенно не нужно это. А вот нужно ли обычному любителю делать довольно модные сейчас истории, связанные с анализом крови по составу витаминов, микроэлементов? Нужно ли любителю идти на тредмил, делать тест на газоанализаторе? Нужно ли это вообще все? Или это нужно с какого-то определенного уровня? Мне кажется, что это нужно чисто для определения своего здоровья. То есть ты следишь за своим здоровьем, ты там, ну, не знаю, это как вот рутинная процедура должна быть. Так специально, чтобы понять, что там тебе нужно для результата, совершенно не нужно. Ну, вот мой пример. Я вдруг почувствовал, что ужасно набирается форма в последнее время. Не идет совсем никак. А еще и психологически как-то... Я даже уже к психологу хотел пойти, честно говоря. Я думал, что такое менять? Все как-то дурацко идет. А потом сдал анализы. Оказалось, там дефицит этого, того, гемоглобин упал. Ну, понятное дело, анализы мне позволили понять, что нужно делать, что нужно пить, чтобы выровнять. И как только я там избавился от некоторых проблем, оказалось, что психиатр-то не нужен. В другом проблема была, оказывается, базовая. То есть, для базового здоровья, как тренер сказал, конечно же, это необходимо. Нет, ну, анализы крови, конечно, нужны. Даже как нужно ЭКГ делать почаще. Вот, также анализ крови там, ну... Ну, это все, что в диспансеризацию входит. Ну, да, да, раз в полгода, да, я хотел сказать. Ну, даже раз в год, наверное. Нет, раз в полгода. Ну, надо сходить, чтобы у вас зуб не заболел перед самым стартом. Да? Если ты чувствуешь, что какое-то действительно тебе тяжело в тренировке стало, да, нужно пойти и к кардиологу, там, хотя бы на кардиологу, да, на связи с ЭКГ, ну, и хорошо бы кровь тоже, общий анализ хотя бы, как минимум. То есть, посмотреть гемоглобин у тебя нормально там, нет, или, скажем, там еще что-то у тебя там повышенное, что-то, допустим, что может вызвать какое-то там подожрение, еще на что-то. Вот. А что касается этих газоанализаторов, то, ну, тоже можно. Но с этим надо уметь пользоваться с результатами газоанализатора, там уже человеку нужно знать, что с этим делать, но он получит данные. Но есть тренер, ну, как, откроет книжку, посмотрит, у кого что. Нет, ну, это можно, но не обязательно. Вот мой ответ. Можно делать, да, даже хорошо, но как-то на этом зацикливаться не нужно. Ну, вот я узнаю, что у меня вот такой-то МПК, что я с этим сделаю? Да ничего. Ничего, я тоже не знаю. Неужели я не... Нет, ну, раз жизни-то надо, конечно. Ну, это интересно. Можно, кстати, для того, чтобы сравнить, как прогресс прошел за год. Да, да, ну, раз в год, да. Ну, это просто из интереса. Ну, это для профессионала важнее, конечно. Ты должен еще про пульс наверняка спросить, нужно ли бегать с пульсометром. Опять же, я бегал с пульсометром. Мне кажется, твоя история про пульсометр стала, в общем, мемом, и все знают, что ты бегаешь без пульсометра, и на пульс вообще не ориентируешься. Ну, я его иногда надеваю, чтобы посмотреть. Это, кстати, чья была инициатива? Ну, у Искандера немножко специфично. У него пульс такой нелобильный. У него как бы немножко такой, ну, лимитированный пульс. А есть люди, у которых лобильный пульс, и все прыгает. Может, там, при одной и той же тренировке быть там и такой, и совершенно другой. Тут надо, конечно. Таким людям надо, да. Ориентироваться на показания пульсометра. Да, да, да. Ну, или пульсометра, или вручную мере. Мне кажется, все-таки ощущение гораздо важнее, но... Ощущение важнее, да, безусловно. Мне не легче бежиться порой, когда пульс, наоборот, способен подняться высоко. Я в таких... Да, конечно. Чувствую себя намного лучше. Пульс должен подниматься. Да, а если я буду ориентироваться и увижу, что у меня высокий пульс, ужас какой, что происходит? А мне, наоборот, бежится. Меня тренер отругает, да, потому что я на большом пульсе. А гораздо тяжелее бежится, когда, наоборот, он не хочет подниматься. Тут, видите, обратная сторона. Часто на пульс смотрят как на сдерживающий фактор. Тут, не знаю, ощущения, они ведь не врут. Надо научиться слушать свое тело. Ну, видимо, надо и то, и другое слушать. Наверняка. И их как бы интегрально все время так делать, ну, сопоставлять. Тогда это будет правильно. Может быть, да. Ну, анализировать. Для анализа это полезно. То есть человек с опытом должен научиться и ощущения, и сравнивать их с пульсом. И как бы вырабатывать вот такой правильный для себя режим. Ну, вот любители часто любят простые рецепты, да. И вот там, опять же, возвращаясь к теоретической литературе, да, есть знаменитая книжка там 80 на 20, да, что 80% тренировок должно проходить на низком пульсе, а 20% быть интенсивными, там, темповыми или интервальными. Вот вы считаете, это правильный концепт? Ну, так сказать, с определенным допуском правильно. Примерно такая пропорция. Может, 75 на 25. 90 на 10. Ну, 90 на 10 в определенный период. То есть мы говорим про целое, про всю жизнь. Когда-то увеличивается, когда-то в какие-то периоды уменьшается это соотношение. Ну, и опять же, низкое, что имеется в виду? Ну, низкое, ну, то есть не выходя из ровного этого. Ну, да, наверное, по ощущениям, примерно, так действительно получается, если считать, что у тебя вся неделя есть. Вот, предположим, человек бегает всю неделю, каждый день, даже по два раза в день. У него большая часть кроссов, они будут легкие. Два раза в день, два раза в неделю он будет делать интенсивные тренировки, как делаем мы, до них и после них он будет восстанавливаться. Примерно то же самое получится. Мне кажется, привязываться... Ну, это оптимально. Ну, нет, конечно, не надо привязываться, но примерно, примерно, так оно само получается. Потому что если 20% увеличите, то уже будет немножко такое, уже как бы, ну, какие-то периоды можно, да, но все время это будет износ уже. А меньше, меньше тоже это не будет достаточно тренировки. Ну, да. И мне кажется, это правило, оно вообще для любого вида спорта. Ну, для циклических, да, наверное. Последняя неделя перед полумарафоном. Как ее правильно провести? То есть, что нужно лучше отдохнуть или каким-то образом там поперегрузить? Ни в коем случае нельзя загружаться. Это точно. Особенно вторую половину этой недели. В начале недели можно какую-то такую ритмовую, ну, не подводяешь, но такую легкую работу сделать. Относительно легкую. Ну, в всяком случае, не такую, да и не изнеможение. Давайте дадим пример какой-нибудь. Ну, и обычно вот мы делаем там 6-7 по тысяче. Ну, вот, например. Так, соревновательной скорости где-то. И около соревновательной скорости. Ну, может, чуть выше там, ну, может, чуть ниже там, ну, где-то так, как пойдет. Не суть важна. Главное, не устать. Вот. А так, конечно, это, кстати, не только к полу-марафону, это ко всем относится, к любой дистанции, там больше полутора, полутора. Да и там тоже. То есть, на длинных дистанциях примерно такая схема везде. На длинных сфер длинных. То есть, сначала нужно загрузиться. Вот последние недели там они нагрузочные. Вот. А последние уже дней 10 уже так, как бы, начинается спуск. Это важно, конечно. Но это не... Все равно нужна базовая подготовка большая. Если ее нету, ты там хоть как что не делай. Там, ну, если ты перебегаешь, будет, конечно, еще хуже. Ну, и особо лучше тоже ты уже ничего не делаешь. Поэтому надо тренироваться, думаю, не только о последней неделе, а как бы за годи все делать. То есть, багаж уже должен быть уже в рюкзаке. А последняя неделя, да, немножко его сбросить просто. Ну, и это сложно, на самом деле. Когда человек особенно выходит в хорошую форму, в пик, в последнюю неделю себя сдерживать. Особенно, если он там накручивает перед стартом, начинает переживать. Это его все время изнутри прям подгоняет, подгоняет. И хочется и побыстрее кроссы побегать, и работу эту финальную побыстрее сделать. И перед стартом там побыстрее поускоряться. И даже в начале, и даже на старте первый километр выдать как следует. Все это надо прям внутри себе гасить. Это самое главное. Тренер должен быть психологом, конечно. Да и человек сам должен быть. И сам человек себе должен быть психологом. Сейчас у меня такого нет, что я перед стартом испытываю мандраж. К сожалению, я уже давно этого не испытываю. Но когда я испытывал, у меня была задача последние несколько дней перед стартом ответственным. Вот закрыть. У тебя там сидят вот эти все монстрики, которые хотят вырваться наружу. Твоя задача закрыть на замок. И прям сдерживать до выстрела пистолета. Ну, или даже до разминца. Ну, меньше думать вообще об этом старте. Это сложно порой, когда переживаешь. Ну, надо всемирно чем-то отвлекаться от себя. Переключать на что-то. Ну, да, да. Нужна ли какая-то тренировка накануне старта? Чисто разминочная. Ну, да, да. Для того, чтобы у нас чуть там так проснуть. Тысячу плюс четыре. Ну, как вот утром зарядку делаем так же. Ну, у нас бывает там, скажем, если старт в воскресенье, то в пятницу. Мы даже начали за два дня делать это уже. В пятницу бежишь в кросс и там... Ну, в кроссе маленькую протяжечку. Шестьсот или тысячу. Пару раз по пятьсот, там, так, легонечко. Тоже в соревновательном темпе, чтобы прочувствовать. Да, прочувствовать, немножко себя настроить. Так, ну, настроить мышечное ощущение больше, чем психологические в данном случае. За день до старта побегал кросс и несколько ускорений. Ну, можно их уже и не делать. Можно не делать. За день до старта лучше вообще ничего не делать. Может быть. Как я читал книжку Масеева перед Олимпиадой 80-го года. На следующий день марафон олимпийский. Все, они готовы. И они вечером делают тренировку. И у них два по тысяче, по два тридцать восемь, что ли, пробегает. Разминка. Да, он говорит, так бежалось. По два тридцать восемь дали тысячу. Не, ну, когда человек хорошо готов, конечно, это нормально. Он не чувствует ничего такого. Но он пишет, что там он уже почувствовал что-то тяжеловато. Интересно, почему, да? Два тридцать восемь. Не, ему бежалось, мне кажется, отлично тогда на этой разминке. Если про Масеева заговорили, то, конечно, тот уровень тренировок, который они там вытворяли, они, конечно, вот этими тренировками последними, они, видимо, только гасили свои результаты. Можем предполагать так. То есть, 2-11 ни о чем с тем, как они тренировались. Хотя он выиграл Европу тогда. Ну, я читал, уровень тренировок сумасшедший. Сумасшедший, да. То есть, таким уровнем там 2-8 бежать вообще не будет. Вот сейчас современные бегуны бы пролежали. Может, обуви еще тут, видите? Ну, обуви все нормально, марафонки были. Ну, конечно, не карбоновые. Текущие обувь много дает. У них были нормальные, в мои времена, помню, у элиты были хорошие, импортные, адидасовские, как правило, марафонки. Ну, обычные марафоночки, то, что сейчас есть. Ну, мы, видите, не можем все равно судить. Мы не всего знаем. Ну, понятно. Но к разговору о том, как надо подводиться, это важно. Да, там хороший пример, что... Опять же, мы можем судить со стороны, но хороший пример, что это опасно. Ну, делать вот подобное перед стартом. Вопрос про обувь я задам, раз уж мы про нее начали говорить. Опять же, в любительской среде вот это вот заблуждение, что мне сейчас срочно нужно купить тапки с карбоном. Вот по моим ощущениям... Как у Кирчеги, блин, не хуже. Вот по моим ощущениям, если ты бежишь медленнее, четырех минут на километр, то можно даже не заморачиваться покупкой таких дорогих вещей. Абсолютно. Они лишние. Это чисто психологически тебе кажется. Тебе в кайф бежать, как дорогой костюм купил, и ты уже чувствуешь, что ты уже человеком стал. Здесь, конечно, я согласен, что здесь выбор обуважен, конечно, но такие вот суперскоростные совершенно не обязательно. Ну и еще, мне кажется, важно максимально откладывать тот момент, когда ты можешь воспользоваться каким-то преимуществом. Твоя задача сначала с собственными средствами, с собственными силами набрать необходимый уровень, и только потом, когда уже все, везде дошел до потолка, накидывать какие-то дополнительные возможности. любителю нужно прокачать свой опорно-двигательный аппарат по максимуму. И не думать о карбоне или не карбоне. По крайней мере, не поможет. Ничего не даст. Это дает только уже на высоком уровне людям, которые хотят результата высокого. Тут уже решают. Тут уже все средства хороши. Ну, когда уже тебе добирать нечем, ты уже накидываешь все, что можешь, любую мелочь. Ну, это не мелочь уже, когда... Ну, конечно. Ну, так-то да. Далеко не мелочь. Ну, для уровня вот такого 4 часа, даже 3 часа, мне кажется, не... Не, ну, мы говорим про полумарафон. Ну, про полумарафон, соответственно, там... Час 30. А час 30 и медленнее, там уже не нужно об этом думать. Обувь, это она, видите, даже в моем случае она скрывает недостатки. А с этими недостатками надо работать. Вот это правильно. Она позволяет их прикрыть, отложить. Да, вроде как все хорошо. Они потом могут всплыть просто. То есть, есть такая иллюзия, что надев быстрые кроссовки, как бы я тем самым лишу себя понимание, что с моим организмом происходит. Ну, не иллюзия так и есть. Они могут и помочь быстрее пробежать, но это временный эффект. В долгосрочной перспективе это во вред только может пойти. Опять же, если человек, конечно, идеально сформированный, у него хорошая биомеханика, у него нет проблем со стопой и со всем остальным, он хорошо готов, то, наверное, в этом случае никак это не помешает и пускай, пожалуйста, бегает. Но, наверное, в таком случае он и быстрее будет. Хуже-то не будет. Хуже не будет, да. Хорошо. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего разговора. В общем, насколько мы убедились в беседу и с практиком, и с теоретиком, человеком, который воспитал множество практиков, что полумарафон – это действительно более доступная дистанция. Это дистанция, которая не требует такой выносливости, как марафон, и которую можно пробежать быстро с хорошим, мощным результатом. Полумарафон, опять же, требует меньше каких-то, может быть, усилий тренировочных. Вот, он гораздо доступней. И, соответственно, любителям, в общем, рекомендовано, даже если вы хотите пробежать полумарафон, если вы хотите пробежать целый марафон, все равно попробуйте, что такое соревновательный полумарафон, чтобы, скажем так... А лучше два. А лучше два, да, чтобы выходить на марафон. Большое вам спасибо, Михаил Исаакович. Большое спасибо, Искандер. Это был RunFuck подкаст. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на всех стриминговых платформах, подписывайтесь, пишите ваши комментарии и вопросы, и мы обязательно будем на них отвечать, мы обязательно будем искать тех, кто сможет на них ответить. Большое спасибо. И болейте за нас на стартах. Да. С удовольствием ответим, если что-то еще возникнет. Большое вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова